Девушки отдыхают Девушки отдыхают Бабблс, Манки Кинг, Рэчит Хак, Блуд Хантер, Хронос, Фейда и Мараксус Вот такие у нас были баны БХ, точнее, был залочен вместе с Бабблсом, извиняюсь, не забанен Вот, и итоговый пик Плаграйдер, Фараон, Зефир, Полевок и Офелия Против Торчера, Тундра, Рапсодии, Дракониса и Гласиуса Сейчас мы с вами, друзья, и узнаем Кто же, кто же окажется победителем Кто же получит 45 дней Легаси и 5000 серебряных монет Каждому Вот такие вот призы от компании Гарри Какая же была жаркая Жаркая, просто жарченная игра Прошлая Вот, как классно играла Команда Мека Как сражаясь с CMQ до последнего Не консидели Видимо, надеялись на то, что Если у Мекки нет Кэрри То сейчас сил Должна затащить Но, к сожалению Не получилось Реализовать силуэт Вот И С CMQ-шки проиграли Очень интересно будет, конечно Наблюдать сейчас за финальной игрой И Мы видим Также Наличие Наличие моего Любимого персонажа Именно Зефира Этого героя я обожаю Кроме Хронуса, да Вот Зефирчик Зефирчик на позиции Хардкерри У команды Легиона Также для Дополнительного синерджи Здесь есть, друзья Плаграйдер И улетающий полевого Может ставиться в эти масс Файт-замесы Которые будут Я не знаю Это настолько сильная комбо Сейчас у Мекки Что это комбо В разы В разы Превосходит комбо Которое может исходить От команды Хеллборнов Это я вам Серьезно говорю Просто Очень-очень серьезно Главное Безусловно Главное реализовать Комбо И Делать фраги Делать фраги Вовремя Ультовать И главное Грамотно Ультовать Чтобы Фараон Брал В мумии Желательно Штуки 3 Туда конечно же Ульта от Зефира Ну и туда Ульта от Плаграйдера Представляете Как это божественно Да? Это божественность Овер Найтфаузед На топ лайн У нас справляется Фараон На мидлайне Стоит Полево Кофелия уйдет В лес Снизу стоит Пока что Зефир А вот где Будет стоять Плаги Интересно Неужто это будет Дабла На топе Или Плаги Здесь съест Крипа Судя по всему Он съест Крипа И отправится На лайн Решает В итоге Съесть Крипа На мидлайне Минус Рейнджовый Крип И уходит Он на топ Так Зефир 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 Друзья Смещается На топ лайн Будет он Стоять Там с Плаграйдером Фараон Уходит Вниз Решили Против Триплы Поставить Соло Стоящего Фараона И наверху Будет Тундра Стоять Против Даблы Будет Стоять Против Плаграйдера И зефира Мидлайн Как мы видим Поле Против Тарта Снизу Как видели Рапсодия Гласиус И драконец Против Соло Стоящего Фараона Поехали Победит Безусловно Сильнейший Вот какой Из этих Двух Сильных Какая Из этих Двух Сильных Команд Будет Сильнейший В итоге Узнаем Я думаю В ближайшем Минут Двадцать Может быть Конечно же Им хуже Будет Затянется Игра Не Маловероятно Вот Драконец Так же Должен Фармить Зефир Зефиру Немножечко Легче Ему Достаточно Собрать Шлем Шаман Хедрис И этого Достаточно Для того Чтобы Врываться Врываться И Извать Ульту Гаст А раз Против Полик Полик Выживает Полик Лелик Хотели его заганкать Но тут Стоит вардец Как бы Стоит вардец Который Как раз таки Там и стоит Для того Чтобы От таких вот Ганков Предостерегать Тундра Третий левел Третий левел Друзья Вот тундра Плаги вместе С Зефиром Почему-то Первый Хм Незадача Так Офелия Тундра Знает Что это Получается Офелия Идет Вперед Здесь рядом Гласиус Друзья Опасность Для Офелии Сейчас заключается В том Что ее Могут Забрать Какое же Замедление Сильное Сейчас Тундра Дает Своим Маленьким Крепком И Роуф Погибает Нордик Блоу Наносит Ласт Хит 1-0 1-0 Команда CMQ Повела В счете Замедление Такое Сильное Друзья Потому что Потому что Это Тундра В Тундре Очень холодно Мороз Солнце Днется Чудесный Плаграйдер Сделает Сейчас Фраг На Рапсодии Поэтому Вот такой Пэт Пэт Который Имеется На Тундре Он реально Своими Автоатаками Сковывает Сковывает Героев И мы видели Как он Сковал Бедную Офелию Там есть Что Сковывать Кстати Она не смогла Уйти 1-1 Третья минута Матча Фраг Против Полилога Стоит На равных На равных Они стоят В принципе 7 на 2 Против 7 на 4 На топлайне Пытаются забрать Зефирчка Начинает Рапсодия Играет на своей Балалайке Благрайдер Подходит Пытается Остановить Рапсодию Она Атакует Соответственно Реджевыми Атаками Поэтому Ее и пытается Остановить За драконецом Выезжают Друзья Неудачно На мой взгляд Сейчас Муренов Взял В мумии Нужно было Подождать Еще Минотаврика Опа Драконец Одна автоатака И он Отхилился Ну вот О чем я говорил Не дали Минотавру Себя реализовать Если бы Если бы Немножечко Муренов Подождал Пока Минотавр Зайдет к нему Рядом И тогда Заюзал Нет Нет Что вы говорите Драконеца Забрать Простой Простым пуском Торпеды Вперед Не получится Драконец Сразу пошел В обсерваторию Взял хилку И Возвращается Сейчас на лайн Тут реген лежит Реген лежит И отдают его Отдают его Драконецу Как так Как так получилось Рох Почему-то не забрал Ждал Ждал пока Поливок Приехал Руна Не ожидал Увидеть Здесь Конечно В драконце Вот так Драконец Забрал Руну Вигера Зефир Почти тысяча Галда У него есть Покупает Лайфтюб Сейчас принесет Курьером Не будет ждать Момент Когда можно Будет зайти В аудпост Лучше Перенести Сразу же Курьером И Не дисковать Закрепил В аудпост Ждать Пока Отпушится Лайн Хорошо Кстати Стоит Драконец Соло Обратите Внимание Очень хорошо 20 на 11 Крепстата Фарон 14 на 2 И Фарон Также Стоит Соло Пятый Левел У Палевога Мидлайн Торчик Тоже Пятый Левел Оба С бутылками Чуть Больше ГПМ Сейчас У Тарта И он себе Переносит Как видите Госмаршера Уже Чего Нет У Порика Полик себе Перенесет Лишь Через Секунд 15 Потому что Нужно Подождаться Пока Курьер Перелетит А Курьер Сначала К Фарон Принес Бутылку Потом На базу А потом Только уж Готовый Марчер Офелия Выжидала Момента Чтобы Зайти За спину Торчеру Руна Контролится Топ В итоге Руна Снизу Офелия Нужно Сейчас Опять Забирать Пока Не пришел Драконис И драконис Ой боже мой Рок сейчас Помрет Друзья Очень печально Очень печально Да Это Это прям Прям Печаль Печаль Плюс 100 Наверное В печали Такая Такая Вот смерть А Мурен Друзья Мурен Не оставил Кэрю Алешу Без Печали Номер 2 Забрали Кэрю Алешу Что-то Я даже Не обратил Внимание Мурен Успел Это сделать Заюзал Он ульту Ворвался Раскачивает Министаны Это Хватило Зефира Забирают Зефир Не уйдет Что такое Сейчас Пытался Продемонстрировать Нам Зефир Что он там Делал Чего он там Ждал Я не знаю Что рядом Мэйта Это его не было Так вот Стоять на лайне Забрали Снова В итоге Вернулся Драконец На нижний Лайн Снова Будет стоять Фараона Фараон По опыту Немножко Сейчас превосходит Седьмой левел По уровню Седьмой левел По шестого Ну и фарм Фарм для тундры Тундра принесла себе Как видите Есть у него Лайфтюб И есть Челис Челис На лайне Стоит у нас Плаграйдер Третий левел У него имеется Двордец При себе Хочет наверное Пойти поставить При возможности Шестой левел Получает у нас Сейчас поливо Может он поставит Ульту свою А желательно Желательно Задислить еще и торта Морф Ульта Тонг И молнию Это килл Башню заденайли На топ лайне Кто это сделал Плаграйдер Друзья Герой Герой нашей Седьмой минуты Он заденайл Башню Вот так вот Героически Третий левел Не побоялся В этой ситуации Конечно же Тундра Может быть даже Логично было бы Увидеть Впереди Так Врывается здесь Торта Ставится Очень хорошие Варды От поливога Сразу дабл тп Варды бьют По гласису Больно бьют Больно бьют По гласису Друзья Так сейчас Торпедой может И торт делать Килл Смотрите что получается Вот пришли Гласису забрали Ну судьба Сам Сам виноват Друзья Зачем так надо было Стоять Не понимаю Но в итоге Его забрали Хорошо Офелия вышла Грамотно Сейчас идет У нас вперед Сейчас идет У нас вперед Тундра Друзья Здесь рядом Находится Рапсодия И Рок снова Погибнет Если поливог Не спасет его Но спасти уже Не представляется Возможность Четвертого левела У нас Плаграйдер Рядом Бежит у нас Мурен Бежит Мурен И торпеда Вперед Кто-то автоатаку Должен был нанести Это сделал Рексити Бич Есть килл Снизу стоял Драконец Что-то Драконец Так Бежит Драконец Вперед В инвизи у нас В инвизи у нас Поливог Смотрите Как классно Сейчас Мурен сыграл Нужно забирать Торта Безусловно Выжил Выжил друзья Торчер Гонится Драконец За убегающим Плаграйдером Оба летающие Оба на драконах И Одна автоатака Остается Первым скиллом Драконец забирает Фраг Вич Счет становится 5-7 5-7 Девятая минута Агрессия Агрессия Стороны Наших двух команд Третья игра Конечно же Я уверен Стремление есть И у одной Второй победить Стать первыми Они в любом случае Друзья Выходят В Продивизион Напомню Что Продивизион Друзья Стартует у нас G1 Саммер Продивизион В течении 20 дней Будет длиться С 3 сентября По 23 сентября Друзья 8 команд Играют Вот Если вы забыли Тарта сейчас забрали На мидлайне Мурен Мурен это сделал Так вот Если вы забыли Напомню Это команда J Команда Изи Команда Мипс Команда Кэтс Команда Нескезе 5 наших Топ команд Плюс 3 команды Вышедшие Из нонпро Это первое Второе Третье место Команда Warriors of Hell Друзья Выиграла Выиграла Угастов В борьбе за третье место И соответственно Она выходит в продивизион Плюс В продивизион Выходит команда Мека И команда ЦМК Сейчас команда ЦМК И Мека Решает лишь То Какова будет Величина Их Приз Выиграла Выигрыш Так Так Они уже В любом случае В продивизионе Так вот Завтрашнего Завтрашнего дня У нас стартует Продивизион Смотрим Как загласился Выехали Прям Под башню Вешел Мурен Под хостой бежит Пару сатаг На него долетит Вопрос Что он отхилится Или нет Не отхиливается Поли Тундра Поли Тундра Тундра Поли Морф Бросается на тундру Ставится ульта Очень классно Ульта Но Ее не хватит Для того чтобы Забрать Тундру Как дизейбл Да Опа Офелия Заюзала второй скилл Отправила Своего мейта На базу Тот заюзал ТП И возвращается Сюда Можно пофайтить Можно пофайтить Не в пользу Команда легиона Этот файбл был сейчас Не в пользу Хеллборнов Извиняюсь Но Птичка здесь есть Хеллборны знают Что здесь происходит И Не стали позади Сходить Через анцент Перевещаются На деф-башню Драконисте время Друзья Уже у нас на топ-лайне У него есть Перчатка Он будет фармить Хеллборнов Снизу Врывается Очень хорошо У нас фараон Смотрите как поставил Идеально Просто муви И двоих заресейблил И ульта была поставлена Зефиром Как раз то о чем я говорил Если получается То это красиво Ой-ой-ой Отхиливается сразу Зефир За счет того Что убирает Торнадо Крутишься вокруг него И снова Отхили Этих Тпшит У нас Полика Драконец Первый скил За кем В итоге погонится Сзади стоит Зефир Смотрите как Завязал Гаст Классно Бам Торпеда Торпеда В лицо Драконецу Прилетело И все Файт Завершился Этим Сражением Тем не менее Тем не менее Команды легенд Не отступают И Видим как Офелия активно Пушит вместе с Зефиром И с Плаграйдером Оставаясь В луналайне Будут забирать Пытаться забрать башню Законис Отхиливается Рапса Друзья Отхиливается Тундра приходит Тундра Есть ульта Тундра Друзья Тундра Друзья Может залететь Сейчас В плаге В любой момент Наверное В поле Бежит Тундра Бежит Друзья Тундра Бежит Здесь Варды Знает Команда Мека Что сейчас Происходит Снимает Как раз Мековский Вард Теперь Команда Мека Не знает Что там Происходит Рапсодия Гласиус Драконис И тундра Так Вот нам выцепили На мидлайне Фараон Друзья Снова Снова Джемку забирают И опять Вот примерно То же самое Мы с вами Видели Минут 6 Назад Один в один Комбинации Снова Гласиус Получает Друзья Смотрите Здесь Не хватает Офелия Которая Сзади Зашла И Забрала Минотавром Флаг 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 Нагласиус Потерялись Сейчас Легионная Башня На мидлайне Мидлайн В итоге Так и не Забрали Команда Досталась Легион Очень Очень Больно Фарон Отходит Назад Полик Смещается Вверх Здесь Руна Дабл Дэмэдж Зефир Восьмой Левел Восьмой Левел Друзья Пока что У Зефира Готов Хан За Блэк Леджин Давайте Сравним Текущий Показатель ГПМ У двух Кэрри Драконис 335 У Зефира Друзья 250 Законис Пока что Впереди Врывается Полевода Полевод Юзает Морф Конечно Сразу ТП Есть Айяяй Жаль Конечно Что не Двух Забрал Ульта Была От Благрайдера Забираю Девятку Забираю Девятку Друзья Сразу Двух Пришел У нас Сюда Джемка И Рядом Стоит Блэк Также Набудит Го Соответственно Куда Сюда Не Уходи Попытка Забрать Полика Обернулась Потерей Рапси Нельзя Фармить Снизу Нужно Фармить Конечно Кэрри В команде Нужно Прижимать Левел Также Помимо Того Что Нужна Голда Нужна Еще Левел Потому Что Одиннадцатый У нас Драконис Драконис Теперь Из леса У нас Не Выходит Фарм 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 Смотрите Какие Баки Для него Просто Вот Собственно Друзья Смотрите Как Драконис Как правильно Фармить Драконисом В лесу Для вас Живой Пример Друзья Такой Вот Стак Он Не Пулится Хотел Я вам Сказать Но Повезло Повезло Что Драконис Не Атаковал Потому Что В чем Собственно Соль Если Ты Атакуешь И Наносишь Дамаг Одному Из Миньонов То хилер Стоит на месте И начинает Хилять Поэтому Ты не можешь Драконис Очень классно Загрел И соответственно Не нанес Никакой Атаки Поэтому Получилось Вот так Я Загрел Я Конечно же О своем Думаю Сказал Но в этой ситуации Все было окей А Нет Нет Я думал Про другой момент Я вам сейчас Скажу Джемку забрали Тем временем На лидлайне Что это назвать Фараон Когда ты играешь У меня просто В голове был один Пример А я вам В итоге По другому Историю Рассказал Когда ты играешь Легионеров Тебе попадается На легком споте Сразу С самой первой Минуты С 30 секунд У тебя попадаются Хиллеры Страшный Страшный Хиллер У тебя Нет возможности Заставить Этот факт По той самой причине Что Если Если Ты будешь Агрить И у тебя сработает Твоя крутилка Твоя пассивка Она может сработать И очень часто Срабатывает То Все Тогда у тебя Ничего не может У меня часто Получается Часто Навезет На хиллеров Минуты Какой файл Не сейплит На тундру Толкну Тундру С шлемом Но все равно Башню Забирают Ульта От плаграйдера Успела Она еще Баунс Отбаунсом В два раза Отлететь В тундру И в итоге Покорили Мурен Мурен добил Рапсодию Я думала Она упала Чуть раньше Только сейчас Упала Теряет команда Хеллборнов Троих игроков Друзья Сейчас становится 15-8 15-8 Да Драконец Есть Опа Промазан сейчас Мурен Ультой У драконеца Друзья Есть Вархаммер И будет он Собирать Конечно же Сверху Франкенхэр Зефир тем временем О боже Что это Ошибся Зефир Подозреваю Что-то он Купил Случайно Купил себе Еще один Сапог Ну бывает Такое Что ошибаешься И купил Случайно Себе Сапог Сейчас Наверное Будет этот Сапог Продавать Друзья Я Вот Сейчас Он его Продал Я просто Действительно Не знаю Что это Было Скорее Сего Просто Мискликнул Потому что Зефир С двумя Сапогами Это 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 Сильно Это Сильно Прыжок Вперед От Полиога У которого Есть ПК У которого Дабл Дэмэдж Кидает Он Тонг Но Гласиус Выживает Теперь Поли Уже Убегает Назад Не хватает Дамага Торпеда Полетела И Добили Добили Рексити Бич Ну Я не знаю Не знаю Как так Он Не побоялся Стоять И не побоялся Прокаста От Джемки А Джемка Его сделал И забрал Забрал Тем самым Конечно Полиога Досадная Ошибка На Ровном Месте У Меки Готовы Мека Астролябия Офелия Себе Забирает Минотаврика И дальше Пойдет Сейчас По лесу Кто-то Для нее Еще Есть Смотрите Есть Второй Минотавр Ну И Вульчал Лорд Конечно Не самое Лучшее Что Может Быть Хотя Как Его Использовать Если Взять Вульчал Лорд Поставить Сюда Вызвать Торнадо И вот Так Крутить Мидлайн Конечно Можно Похарасить Энеми Которые Будут Здесь Стоять И Можно Также Пропушить В общем Вульчал Лорд Неплохой Креп Главное Уметь Его Готовить Во Торнадо Медленно Двигается Сложно Управлять Торнадо Вот Но Когда Нужно Запушить Когда Нужно Похарасить На Мидлайне Это Очень Очень Такой Трольский Крип Который Можно Вот так Вот Юзать Торнадо Нашли Нашли Друзья Тундру И Все Начинают Начинают На него Файт Чего Ждет Рексити Бич Чего Ждет Рексити Бич Чего Ждет Рексити Бич Я Не Знаю Наверное Ожидал Ожидал Здесь Инициации Вров От команды Халборна Вдруг Если Кто-то Стоит Но Никого Не Был Только Гласиус В итоге Делал ТП Под башню Вот Только Сейчас Срывается Поле Очень Хорошо Поставил Ворды Не Лучшим Образом Но Поставил Вот Синерджи Друзья Ставится Зефиром Его Ульта Тем Самым Он Увеличит Количество Своих Циклончиков Ворощайся Вокруг Него Идет Вперед Отплюнул Друзья Драконец Драконец Идет Вперед У Драконец Идет Шранкенхед И Смотрим На этот Файт Замечательный Воу Легион Легион Погибает Легион Погибает Друзья А это Драконец У Которого Шранкенхед Это Драконец Друзья Не у Которого Инвиз Это Драконец У Которого Шранкенхед И Драконец Которому Все Равно Вообще На То Какая Магия Легиона Забрала В итоге Башни Но Потеряла Четверых Игроков Выжила Нас Только Плаграйм 15 Левел Друзья У Драконец 15 Это Очень Много Почти 500 ГПМ И Видите Что Происходит Проложает Величь Свою ГПМ ЦМК Идут К победе Как же Зажарил Как он Зажарил Первым Скиллом И вторым Летает Грязь Дракон С драконами Сражается Драконец Сильнее Чем Драгон Мастер Руна Регена Идеально 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 Просто Для Дракониса Восстановит Сейчас ХП Восстановит Ману И может Проложать Стоять Ну чего Сейчас Ждут Ага Сначала Бутылку Торчер Наберет себе Заберет руну И отдаст Потом Драконису Конечно Тем самым Торчер Торчер Не обязательно Идти на базу Чтобы наполнить Свою бутылку Может продолжать Стоять На лайм Ну что ж Команда Легион Сложно Стало Ребятам Сейчас Играть Сразу же Как только Готов Ракенхед Дракониса И мы Видим Являлись С вами Свидетелями Как раз Какие-то Сложности Возникшие У них Во время Файт Который Был На топлайне Афилия Гуляет В своем лесу Можно успеть Сделать Стак Не стала Делать Стак Роу На время Наверное Не посмотрел А драконис Собственно Стак Сделал А драконис Посмотри 2 600 Друзья Голубы У дракониса 2 700 Что же он будет Покупать Посмотрим Покупает Айсбранд Покупает Айсбранд И Будет идти Судя по всему Сначала через Кроссберн А потом Все это разбирать И покупать Геометрики А может Сразу и через Косовский Что его там Знают Ульта Ульта Друзья Отгласится Стоит Фарон Сражается Очень хорошо По сторонам Ульту Рапсодия Может Может даже Зефир Пойдет Через А не знаю Через сердце Даже может Пойти Дракониса Все равно Пробивать Зефир Не будет То есть Уже Понять Что Пока Будет действовать Шаркин Отряд Дракониса Зефир Будет Бесполезен Именно Против Дракониса Бесполезен Ульта Его Ничего Не будет Наносить Драконис Просто Будет За это Время Стрелять 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 И Убивать Таких Героев Как Полевок Как Конечно Офелия И Как Лагрон Иллюзия Зефира Залетает Вражеский Лес Ну Когда Стоит Стоит Зефирчик Прекрасно Известно Противнику Что это Ненастоящее Сделал Трипл стак Себе Драконис Залетает Опять Таки Огонек Огонек Погрейтесь Мои дорогие Готовят Вообще Себе Ужар 20 монет Остается Драконису Чтобы купить Фаербренд И будет готов У него Фросберн Потеряла уже Команду Легион Инициативу Мы видим По опыту Хеллборда Впереди Сейчас уже Скоро И по деньгам Обгонят И по фрагам Ну три Фрага Сейчас Встают На CMQ Но Это время Все время Не покупается Фаербренд Пока что Пока что Покупается Драконис Уже 17 левел Фаербренд Не куплен Но Посмотрим Рексити Бич Просит Паузу И команда Мека Берет Паузу Готов Фаербренд Так что Фросберн Дракониса Уже имеется Пауза У нас Вот А я Выражу Благодарность Благодарность Друзья Наиле АКПДТ И Андрею АКХориволу За то Что ребята Сегодня Также Поработали Они Вели прямые Прямые трансляции Параллельно На нашем канале Овна.тв Слэш Гаррина.ру На втором нашем канале Вот Они показывали Матч Одной-второй Где играла У нас команда Мека С командой Гаст Вот Пока мы с вами Смотрели Как играют Варьерс С командой ЦМК И Ребята Показали Третий матч Точнее Игру За Третье место Там у нас Варьерс Офхел С Гастами Играли Записи Записи Друзья Данных Игр Вообще В принципе Записи Всех игр Вы можете Найти На нашем Сайте Хон.гаррина.ру Точнее Там будет Обзор А сами Записи Будут На нашем Канале На ютубе youtube.com Слэш Гаррина.си.с Вот Не судите Строго Наиль С Андреем Они Первый раз Пошли В соло Бой Так до этого Они участвовали В роли Саккоментаторов Со мной Вот Ну и сегодня У них было Боевое крещение У Наиля Боевое крещение Было вообще В целом Потому что Он стримил И Соответственно Хори Был Саккоментатором Вот Ребята Ребята Судя по всему Очень Как бы Для Первого своего раза С выхода В большое плавание Я так понимаю Нормально у них все Вышло Молодцы По крайней мере Мы с вами Сможем посмотреть В записи То что было Кому интересно Как я уже сказал Наш канал на ютубе Ждет вас И ставьте лайки Оценивайте Комментируйте И командам И ребятам Будет приятно Посмотреть На то Как вы оценили Их труд Кэрри Алеша Тут Две минуты БРБ Мека Еще Судя по всему Не готова Ну и передам Привет Конечно же Артеме Одинцову Артем Одинцов У нас занимается Как раз Турнирами На его Хрупких плечах Лежит Все составление Сеток Подтверждение Результатов И прочей Турнирной работы Которая на самом деле Очень обширна Красавчик Молодец Продолжай в том же духе Ждем больше Лан турниров Конечно же Казахстан Уж точно ждет От тебя Крупная работа В этом плане Алматы Там не находится Офис Гарена Конечно же В этом плане Вообще Везет Там можно проводить Чуть каждую неделю Ланы Врыв от Фараона Очень классно Выцепили здесь Гласиуса Нужно бы его убивать Оф Хауфайр друзья Первый скил Фарона не дает Назад Отбежать Судьбе Далеко Отбежать И судьбу-то забирают 35 секунд Есть у команды Легиона Для того чтобы Реализовать Большинство Сейчас они в пятером Здесь находятся Тундра друзья Далеко Врыв вперед От полевога Драконис Шранкенхед Юзет Обегает назад Ульста была поставлена Рапсодия Рапсодию нужно убивать Сейчас Нужно убивать Рапсодию Фокусит в итоге Дракона Дракониса Фокусит друзья Дракониса Забирают его Опа Потеря Дракониса Тонг друзья На Торчера юзается И команда Легиона Делать невозможно Она делает друзья Три фрага И забирает сейчас Башню снизу Отсутствие Тундры Очень сильно повлияло На исход данного сражения Очень-очень-очень Сильно повлияло На исход данного сражения Отсутствие конечно же Здесь Тундры Поднимается на ХГ Друзья Нет выкупа Нет выкупа У Дракониса Поэтому врывается вперед Сейчас на Тундре Раскрываются И не дадут ему Убежать назад Какой же замечательный Дисебл Команда Мека Что творит Выбернул Тундра Из поставленных мумий Забирают в итоге Рекси Дебича Ульта была отгласился Хорошая поставлена Зефир бежит вперед У него есть возврат урона И не добивает Конечно же Он Тундру Тундру выжил Поставили Зефира В тюрьму ледяную Теперь Липейс уже вперед К Зефиру Рапсодия Настагивает свои мини-станы Лечится Лечится друзья Зефир И его Просто Рох Спасает вторым скиллом Отправляя На базу Вот такое вот Было у нас сражение Офелия Пытается спрятаться И очень хорошо Грамотно убегает Обратите внимание Через мидлайн Все Файт завершен 21-16 Мека Мека дает понять ЦМК Что ребята Вы как бы там Да Драконис фармит Все окей Но если мы в пятером нападем Мы же просто Просто не оставим Камня на камне Так и получилось Единственное Не уничтожили Башню на Нижнем лайне Она уже на базе Но это поправимо Это поправимо Конечно Торт 14 левела Так Зажимают Зажимали Скажем так Поставил Погасеньку в мумии И отбегает назад Ну что там Драгом Алхфой Будет Дальше Собирать Мог сейчас Драконис Сделать А успеет Успеет Стак сделать Он же скушал Скушал крипа Поэтому здесь Сейчас Нет Нет В итоге Он-то скушал крипа Но Крупик не пропал Почему-то сначала Он у меня исчез А в итоге Появился Поэтому Драконис Не сделал Стак Хотя мог Опять же Почему-то Я не знаю Ребята Не смотрим Время Хитрый жук Пишет Рапсодия Судя по всему Торпеду пустил у нас На ансентов Фараон Не дав заспауниться Там ансентом И Рапсы недовольны Говорит Что хитрый жук Конечно хитрый Обратите внимание Наличие Глаза У тундры Специально для того Чтобы отходить Снимать Варды Тундра Достаточно Толст Чтобы не Помирать С прокаста У него Так же Как у Зефира Есть Барри Айдл И шлем Буллок у Зефира Помимо Конечно же Того Что у него Есть Возврат урона 504 Уже Кстати Бупе Драконис Рапса Нужно левел Поднять Желать 111 Чтобы Было Немножко Уже Крута Но Зефир Фарм Сейчас Нет Такой вот У нас Замечательный Турецкий зефир. Полик, полик, друзья, собрался. Полик и Лёлик собрался для Франкинг. Это также может спокойно врываться вперед, ставить все, что только можно поставить, держать тонну любого противника, не боясь того, что его задисеймливают. У Фарона также есть возврат урона, друзья. У двух игроков у Легиона есть возврат урона, и у двух это вполне нормально смотрится. Смотрите, пушится. Пушится мидлайн, друзья. Очень вовремя здесь full commander. Рядом находится. Плюс 30 бейс-дамаги, друзья. Очень-очень много. Ну что, наблюдаем файт. Кто будет инициировать? Предпочтительнее, конечно же, у Хеллборна тундри раскрываться. Но, я бы на месте, наверное, Хеллборн сейчас вообще не раскрывался, а ждал, пока противник будет раскрываться. Потому что смысла инициировать самим особо, по-моему, нет. Сняли борды. Хараси. Хараси туда шардами. Не боится тундра. Причем, ну не знаю. Давайте посмотрим количество хп. Полторы тысячи хп у тундры. Если пустят в него зефирчик ульту, гастом потянет к себе, ульта от плаграйдера, и там же будет стоять в арду поливога. Называем про фараона. В принципе, падает тундра-то за каких-то секунд в пять максимум. Если его будут фокусы. Вот, собственно, получает то, о чем я говорил. Тундрыча. Опа, держат. Держат. Варвас и драконис. Варвас и друзья. И фараон! Задисыплен, к сожалению, всего лишь навсего рапсодию. Смотрим на это сражение. Очень быстро у нас погиб плаграйдер. По-моему, так он ульту и не пустил. Какая же печаль. Какая же печаль, друзья. Ну все. Это надо убегать. Это надо убегать. Аферию убьют. К сожалению, уже тут ничего с ним не сделать. И команда Мекоти теряет четырех игроков. Очень, 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 очень. Непонятно мне сейчас было, что произошло. Мурен влетел ультой поздно. Говоря честно, влетел поздно. Может быть вообще часть игроков хотела сражаться, часть игроков не хотела сражаться. Но раскрылись-то на тундре и не стали дожимать. Почему-то не поставил сразу свою ульту Полевок. И обратите внимание, друзья, Полевок в целом вообще ульту свою в итоге не поставил. То есть это мискоммуникейшн. Это тупо недопонимание друг друга. Это очень плохо. Это очень плохо, если это действительно было так, если это недопонимание, то, друзья, это очень плохо, конечно. То есть команды такого уровня обязаны я не знаю, как сказать на на подсознательном уровне понимать друг друга и что они будут делать. Была инициация изначально, что Полевока поставил он в морф и если после этого он не ставит ульту, то может быть тогда не стоит как бы пытаться и добивать здесь тундру. Вот я так, например, мыслю, да? Если Поле бросает морф и не ставит в этот морф сразу же свою ульту, значит это просто как бы харасс. Может, давай похарасим и не будем дальше сражаться. Может быть, это так было, а в итоге Зефир пошел вперед, заюзал газ, поставил ульту и сами видели, что получилось. Драконий сразу же вырывается вперед, ему как бы боится уже нечего, у него есть Франкенхэд ему абсолютно наплевать на большинство, если не на все. Да вообще на все ему наплевать, на любую магию команды Легиона. Он просто врывается вперед и начинает кромсать с помощью своей ульты, которая с каждой головы, друзья, вылетает, вылетает, ну сплит дамаг, в общем, с каждой головы вылетает автоатака и харассируется тем самым сразу троих противников. Заходит сзади, ну что, попытка номер два, ну сейчас-то нужно выцепля... А, видно, 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 ну и будет файт, нет? Все. Нежданчика уже в любом случае не получится сделать зефир. Зефир, друзья, стоит на мидлайне, фармит. Ну и что у нас сейчас команда Легиона будет делать? Выдвигается за зефиром, выдвигается за зефиром, потому что есть вижен от, соответственно, от миньон Кунгровского, от птички, видно, что разбрелась по лесу команда Легиона, рядом их нет, сейчас будут заходить в Параону, раскрывается, ой, очень жаль, мурена потеряют, он не выживет уже, вот, в этом сражении, конечно же, не посмотрим, кто окажется победителем. Ульта очень хорошая была поставлена, Рапсодия, я не знаю, почему Рапсодию сразу не убивали, не фокусили, в итоге-то Рапсодия погибает, но какое количество игроков команды Легион останется в живых, 2 на 2 размен, 2 на 2, прыгает вперед у нас в поле, пытается забрать, наверное, Гласиуса, зефир, ну, это, просто не рассчитали свои силы сейчас ребята, команды Мекор, убегает назад зефир, драконец в погоне, драконец начинает харасить зефира, смотрите, как больно, как больно зефиру, тут где не хватает ПК тоже для того, чтобы взрываться, быстренько вот сюда вот плак пришел, башня на топ-лайне, у команды Хелборнов падает, гас нам отбрасывает назад, смотрите, что у нас происходит, так, зефир, зефир сражается, башня уничтожается, башня, друзья, в итоге была уничтожена, слейер есть у драконеца, и у драконеца уже готовся выжимаясь, кстати, возвращается к команды Хелборнов на базу, 24-23 у нас счет, ноздря в ноздрю, ноздря в ноздрю, играть сейчас в команду, Шторм Спирит покупается поливогом, это большое количество голды сейчас было потрачено на Шторм Спирит, ну, Дисейбл нужен, нужен Дисейбл, тогда уж, стоит Шторм Спирит подбрасывать Гласиуса, и убивать моментально Рапсоди, я не знаю, почему-то не убивает Рапсоди, так, выцепили, выцепили драконеца, ну, ну же, дожать нужно, Поли, Поли здесь нет, друзья, выживает Драконец, если, к сожалению, погибает Фараон, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, кого-то заберут, заберут здесь Тундру, ульта, плаги, смотрите, какая, перегульта, ой-ой-ой-ой-ой-ой, команда Цимки потеряла сейчас троих игроков, друзья, возможно, потеряет и Гласиуса, смотрите, что делает Зефир, пытается остановить Гласиуса, отпрыгивает Гласиус назад за счет Дебелу в команд, драконец вместе с Тун, вместе с Торчером забирают Зефира, о боже ты мой, 37-ая минута, ну сколько можно, какая же, какая же классная игра, сколько можно, я имею в виду, вот так вот ошибаться, на ровном месте сделали три фрага, ну и хватит, может быть, на этом, нужно было остановиться, выкопился у нас Торчик, как вы видите, что, наверное, явилось нежданчиком для Зефирчика, если бы Зефир сейчас не погиб, пошел дальше, пофармил, он бы купил уже себе Даймоник Бесплейт, в итоге, 38-ая минута матча, 541 гпм у драконеца, у драконеца есть Саведж Мейс, 2100 хп у драконеца, убегает назад, в поле, скрывается во тьме, в лесу, у него Шанкин Хэт, поэтому драконеца его не может остановить и убить, активно уже драконеца, мы видим, на мидлайне начинают фармить, вот, тайм туканго, кстати, глаза уже нету, тундра, он погиб, как вы помните, вот, вместе с ним, и тундра в итоге купила себе Майтли Блейд, и булок, как же классный доминейшн, там, мультанул, конечно, в этой ситуации, это просто было идеально, ДД, ДД, друзья, у драконеца, прасветочка была, от торпеды, Хеллборны ничего не боятся, зачем боятся, у драконеца, друзья, дамаг, 31, 387, сейчас, если будет сражение, драконец просто убьет, всю команду легиона, вау, вау, это еще и мимо было, прыгает, ну все, сейчас, будет файк, в котором команду легиона поработят, и на этом, скорее всего, мне кажется, сводится, да, друзья, мы видим минус 2, мы видим сейчас, скорее всего, будет и минус 3, сзади стоит у нас Афеля, поставлен на булок, ульта, полеводка, ультурит у нас судьба, драконец сзади забегает, залетают вперед, забирают полеводка, сейчас заберутся, и Афеля, которая успела ультимуть, под конец, но вижен есть, за счет вызванного, соответственно, миньончика, замедление сильное на полеводке, он ничего не может сделать, и все, хат-трик, это геноцид, геноцид, команда CMQ, скорее всего, сейчас одержит победу, и Меха, гас, квадфилл, кэри Алеша, Алешка затащил игру, тут неудачная инициация была от Мурена, к сожалению, я не могу выединить Мурена, но промазал ульту, ну все, все, что тут поделать уже, вообще не стоило сражаться здесь, конечно же, на этом Конгоре, на мой взгляд, потому что, видно было после того, как торпеда была кинута, видно было, что ДД у Дракониса, ну зачем туда было идти, вообще, ну не представляю, жаль, Меха не консидит, Меха не консидит, рано консидит, у них есть глиф, у них еще 20 секунд есть, вбывается вперед, вбывается, друзья, вперед, у нас, что, не боясь, Мурен, и Мурен погибал, да, там еще и кто-то есть, как бы, у Дракониса, просто игнорит, флаграйдера, просто уничтожает бараки, сзади, смотрите, какое количество криптов, заходит, понимает, что Драконис, в любом случае, станет, его добивают, добивают, ну что, Зефир есть, нужно пытаться забрать, нет, не пошел вперед, Зефир, причем, КД на Шранкенхеде, догоняют, Тундру заберут, все понятно, Тундру заберут, Драконис убежит, 30-31 счет, 12000 преимущества по голде, 17 друзья по опыту, плюс, милишные бараки на мидлайне у команды легиона были уничтожены, остались только рейнджовые бараки, 3200 друзья галды у Зефира, и готов, друзья, Фросл Скул, готов у Драконис, Ой-ой-ой, ой-ой-ой, какое адское замедление сейчас будет делать Драконис, вы сможете наблюдать своими глазами, покупается там еще Арба, и не хватает на рецепт Драконису, чтобы купить уже готовый рецепт, кеметрикс бейн, уже иллюзии там будут скоро у Дракониса, нужно пофармить, зайти на Ацентр, и все, 100 галды, и Драконис покупает рецепт, все, есть геметрикс бейн, какое количество сейчас дамаги выдаст Драконис, в этом сражении я даже боюсь себе представить, а то, что его не убьют, это 146% господина Путина, почти 3000 хп, друзья, 3000 хп, даже если в пятером буду стоять в фокусе Дракониса, Драконис под Шранкинг Хэдом, под иллюзиями, под своей ультой, двоих минимум заберет, как-то, наверное, так, у Тунра есть также Шранкинг Хэд, мы видим, ну что ж, команда Легиона, мека-мека, как-то все было круто, Драконис и Драконис дали ему пофармить, прыг на Тунду вперед, Тунду выпрыгивает назад, получается, ульта уже в никуда, ультует Благрайдер, очень хорошо ультанул, но ультануло, друзья, и Рапсодия, смотрите, что у нас происходит, Драконис выдает катастрофическое количество дамаги, и еле-еле жив, еле-еле жив, и... ой-ой-ой-ой, 20 ХП, 20, друзья, ХП оставалось у Дракониса, то, о чем я сказал, выжил, выжил Драконис, и это ГГВП, поздравляем команду ЦМК, друзья, с победой, и с занятием первого места в нон-про дивизионе, красавцы ЦМК-ушки, вы это сделали, респект, меке также респект, молодцы, очень хорошо сражались, друзья, всех люблю, всех целую, спасибо за то, что были с нами, на сегодня этот вечер у нас подходит к концу, вот, жду вас завтра всех вечером, начиная с 20.00, если не ошибаюсь, может, немножечко раньше, вы завтра или сегодня вечером получите точную информацию по поводу расписания, начнется, стартует про дивизион G1 Summer, вот, 8 лучших команд будет сражаться за главный приз, оплаченную поездку на DreamHorn Winter, который пойдет, соответственно, на зиму. Классная игра, берегите природу, для вас работал Владимир Акапиводи, оставайтесь с нами, и завтра, как я еще раз повторю, завтра вас всех жду на открытии про дивизиона. Всем пока, всем счастливо, приятного проведения оставшегося воскресенья, и обязательно берегите себя. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова